Добрый день Так, подождите, у вас что-то фотография ваша вся-то размазывается Да? Ну это может быть я не знаю, интернет такой Далеко сижу в Белоруссии Да, ну это не шевелитесь, сидите, тогда она у вас будет на одном месте А так просто полосы идут и всё Да, да Так, не шевелитесь, просто сидите спокойно У нас всё записывается, выставляется в интернет, вы не против? Нет, конечно Я слушаю вас, пожалуйста, говорите Я смотрю уже несколько лет вас У меня просто вопрос такой Так, головой не шевелите, на месте голову держите Слушаю вас Ну несколько вопросов есть Давайте Вот вопрос, у вас же нельзя пить в деревне, да? Что нельзя? Вино пить нельзя? Ну как нельзя? Вот бывает, когда бракосочетание на стол ставится Ну, кто-то там родственники неверующие приедут, бывает, немножко там стопку нальют, а так нет у нас То есть вообще не запрещено? Нет, конечно А, я просто всегда говорил, что вообще нельзя Поэтому мне непонятно было Нет, 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 это канон есть такой Если я буду говорить, что вино пить грех, то меня сразу церковь залучит Как ересь считается Я вот Потому что Христос воду превратил в единого Я знаю, знаю, первое чудо Ну поэтому и спросил А вот Просто смотрел целый год примерно ваши передачи И мне странно стало Вот люди, допустим, звонят как-то к вам Обращаются, что нельзя ли к вам приехать Так, потихоньку, вы не шевелите головой Я ничего не вижу Вот так сидите, точно Закрепитесь Хорошо, попробую Так, вот не шевелитесь Слушай, что к нам приехать нельзя? Нет Ну вот да, звонит человек, допустим У меня, говорит, жизненные условия такие, что я бедный Туда-сюда, но могу какой-нибудь у вас маленький домик купить Туда-сюда Вы вроде говорите, ничего не продается А что продаваться? Ничего и нету Домов-то нету Геннадий Тихонович, не перебивайте Потом звонит вам армянин с Германии У меня тут бизнес, я говорю, хочу продать Приехать вам дом купить Вы ему говорите, конечно будет дом Есть дом вот такой, вот такой, вот такой Но его нет, он продан Он был тогда не продан, когда я говорил А он уже продан, все Хозяин у него, Никита Звонил сначала бедный, потом богатый Потом продали Никите Да, тот человек больше ни разу не позвонил Если бы он приехал, то он бы его приобрел Он больше ни разу не вышел Ну понятно, что армянин не вышел Потому что ему там и делать нечего Он вообще, вообще не православный Зачем тогда он и звонил? Ну а зачем вы его звали к себе? Говорили, что лучше... У нас вообще не зовем, у нас этого не принято Игнатий Тихонович, я смотрел ваш разговор с ним Я же не с потолка беру Ну и что? Ну вы его звали Говорили, что лучше... Как я его звал? Он говорит, что может приехать Он даже не посмотрел Как может покупать, поселять Вы просто ему сказали, что приезжай Если есть, есть дом Это разрешение, разрешение означает Понятно, что разрешение Это большая разница Вот в этом вопрос Почему вы богатому разрешаете к вам приехать А бедному не разрешаете? Вам главное десятина, что ли? Видите, я начинаю говорить Вы на полпредложения прерываете Уже три раза это сделали Я буду слушать, говорите Вы слушать нисколько не умеете Слушаю вас Игнатий Тихонович, я вас слушал два года Понимаете? А теперь просто позвонил, чтобы сказать Я же, понимаете, все ваши ответы знаю заранее Мне вот вопрос Все-таки Вот эта десятина Ветхозаветная В Новом Завете Как апостолы жили У них все было общее Приходит бедный, надо помочь Богатому больше не надо Ну зачем ему надо? Ну, зарабатывать, зарабатывать и что? Ради чего? Десятина-то ветхозаветная А в Новом Завете Всеобщее у христиан Приходит христианин Да разве мне денег для него жалко? Все, что есть, отдам В дом запущу, пусть живет Есть шмотки Поделюсь одеждой И накормлю Любой К вам звонят, вы говорите Нет, не надо А Христос сказал Бедному надо помогать Потому что он богатый верой Бедный, а не богатый Вы богатым предлагаете приехать к вам А бедным не предлагаете приехать к вам Вот в чем проблема У меня эта проблема постоянно Куда они приезжают, кругом христианские общины Начинаешь с ними разговаривать Разговаривать не хотят Потому что, ну все живут ради денег Извините меня, конечно, но Но ради денег живут Я вот буду рада, если ко мне придет христианин Я вам как-то даже писал Вот такие люди, которых вы не принимаете Вы просто дайте им ссылку на меня Может ко мне придут Я им помогу здесь устроиться И помогу устроиться жить Вы даже не ответили Но если вам не нужны Посылайте сюда Я им помогу, если смогу Живу я не богато Но Для начала найду крышу над головой Одежду смогу дать И накормить Все Сказал Спасибо, что выслушали Слава Христу Вы очень талантливый человек Понимаете? И у вас много людей вокруг Я к вам уже писал это Что если Что-то вам не нужен Дайте ссылку просто Вы даже не ответили Что Вот пусть позвонят Может я им тут помогу Но понимаете? Люди нуждаются В общении И просто в жизни Чтобы рядом христиане были Хоть один человек Что вам стоит помогать им? Просто сказать Звони вон туда Там ищут Вы называете свой адрес Сейчас Дайте людям гарантию Они будут этот ролик смотреть И сразу приедут Я их трогать не буду Посылать Вы объявление сейчас Вот сейчас объявление Давайте здесь И завтра его будут уже все знать Хорошо И вы понесете ответственность за это В кайте все есть Но все данные Ну хорошо Самогин Александр Белоруссия Гомельская область Петриковский район Деревня Копцевич Не деревня Поселок Копцевичи Еще какое Что еще Какая информация нужна? Вам сколько лет? Я вас на 17 лет моложе Мне 59 А я вам с самого начала Несколько раз сказал Вы не шевелитесь Сидите как перед Проектором Чтобы не размазывалось А вы непрерывно Головой шевелите Головой не шевелите Вам умения нужна что ли? Ну не могу Ну иногда я пошевелюсь Извините меня пожалуйста Да тут У вас еще не получается По экрану размазаны полосы Вам что? Надо фотографию В КГБ отдать что ли? Я не знаю Ну Я не понимаю вообще Ну Ну полосы Ну а почему бы Во время разговора Не посидеть Чтобы Ваше изображение Нормальное было Сидеть спокойно Не дергаться Можно же Я же не на дьявола работаю Нервничаю Волнуюсь Постоянство Постоянство в человеке Это основная черта его Чтобы он сегодня один А завтра другой не был Вы имеете Я не окончил Я не окончил Имеете какие-то Претензии К чему-то Вы можете сделать Это лучше Вы это сделаете Пока ничего нету И поэтому Просто так Размазывайте С стороны в сторону Это просто А вы создайте деревню И посмотрите Кто там будет С чем он будет приезжать Какие люди Вы всех принимаете Всем давайте крышу Надолго вас хватит Или нет А он приехал Только с одним намерением Что-то урвать И ночью сбежать Поэтому у нас есть устав У нас есть священник И поэтому Человек Который приезжает Он должен удовлетворять Пяти качествам В уставе сказано Не пить Не курить Не материться Не воровать И не лгать Я это сказал В краевой администрации Они говорят У нас ни одного нету Кто бы у вас поселился Это деревня На старинных Благочестивых Обычках строится Извините У меня хлеб испекся Надо было выключить духовку Ну ничего Вот Этим условием Человек Не может удовлетворить С улицы На старинных Православных Благочестивых Обычках строится Этот устав Краевой администрации Находится В отделе юстиции На территории деревни Курить не разрешается Женщина приехала в брюках Она из машины Не выйдет Правильно Ну вот теперь решите Кого вы будете принимать На каких условиях Как у Германа Севернигов Если вам не тяжело Если вам не тяжело Ну скажите Позвони туда Там вот тебе дадут кровь Я вас не знаю Буду посылать Куда Неизвестно куда А вы Слушайте Позвоните Позвоните Поговорите Понравится Поедете Не надо Если у вас Еще нету Если к нам Едет человек Перед ним 8800 роликов Документы Люди Свидетельства Которые Обратились Он знает Что это такое И куда ехать Но перед этим Пишет Мы получили Вначале Полторы тысячи заявок Ответили положительно Только трем Остался один Он остался Поселился Дом построил Один приехал Богатый человек Я могу сам Построиться Нанять Но я матерюсь Я не пью Не курю Матерюсь Понимаете Вы никаких условий Приезжайте ко мне Да он приедет Вы одной ночи С ним не будете Это вы со стороны Руками машете Это был такой Шатар Уставели У меня есть Тишний дом Но приедет Пусть живет Отдам ему Да и пусть живет А почему вы прерываете Когда я говорю Я вас слушаю до конца Вы мне на полупредложение Прерываете Извините меня Вы одного дня С этим человеком Не будете жить Шатар Уставели В своем произведении Витязь в тигровой шкуре Говорил Каждый мнит себя Стратегом Видя бой со стороны Вы организуете это Чтоб человек приехал И понимал Стоило ехать К нам приезжают люди Это как другое государство Приезжает краевая администрация К нам отовсюду И нынче вот приезжали С Италии Принимали крещение С Франции С Германии Люди понимают Такой общины Нигде нету Это огромный труд положен Вот мы сами Восстанавливаем пруды Дороги Вы видите Мы не записанными Столом с ним К вам приедет человек Что? Что вы даете? Я ему дам крышу А потом Сам из-под крыши Побежишь Такие возвращаются К нам люди Которые были Накормили Напоили Каждого Кто приехал И до свидания Ну и что? У него ничего нету Уболь Пустите его Наше тело Накормить А не судить Вы опять Начинаете перебивать К вам кто-то приедет Вы даже полдня С ним не будете вместе Вы если задаете вопрос Вы слушаете Написано Глуп Человек Глуп Который Говорит Не выслушав ответ Премудрый Соломон сказал Говорите сейчас снова Я буду выслушать Но потом вы выслушаете Вы то ничего Не предлагаете Ничего Как ничего Я предлагаю То что говорил Христос Нужно кому-то Дай ков Нужно кому-то еду Дай еду Нужно кому-то Помочь Помоги Вот и все Не наше дело С вами Судить Человек Останется тут жить Или пойдет дальше Да вы меня судите Пришли Вы все время в интернете Судите меня Никого не судите А у самого Голь перекатная Ничего может Я не сужу Вы судите Вы нападаете Вы извините мне Говорю Если вам они нужны Пошли ко мне От него благодарность Есть Я ему подарил Книги лично Ну Вас не знают А я то тоже Меня никто не раскручивает Я должен трудиться Каждый день Мы можем что-то предложить Конкретно Мы говорим Если вы Вы имеете Средства Молодые люди С детьми Определенные правила Они так Ничего нет Он бомж В 40 лет Ничего нет Кроме как Пять раз сидел В тюрьме И что он будет делать Наша деревня На особом учете Постоянно Милиция Звонит Спрашивает Начальник уголовного розыска Приезжает А я буду давать Ну куда он приедет Его связали Отправили И все Да не надо ехать Пусть позвонит И поговорим Да не надо говорить А он решит Ехать У нас все выставлено Если он достоин Соответствует Он напишет Да не к вам А сюда пусть приедет Если вы его Если он вам не нужен Я же говорю Если человек вам не нужен Пусть позвонит Да нам что он не нужен Он сам себя не определил Он приезжает Курит Куда его принимать будем Он сам в деревне нарушается Что вы судите то У вас ничего нет Я не скажу Я просто говорю Вам нужны свои Люди Нам свои люди Вам не нужны люди Скажите Мы разберемся Зачем вам разбираться С нашими людьми Которые к нам Приезжают Или что-то Зачем Вы занимаетесь Своим делом Я просто говорю Тех которых вы не пускаете Я понял Понял Дьяволу очень не нравится Наш устав И поэтому он и говорит Он что-то сделает Он ничего не сделает Он может только разрушать Мы конкретно Говорим Вот программа Вот такая у тебя Дожность Ты желаешь строиться Вот участок земли Начинай подвозить Вот один приехал У нас с Украины Он все делает Тополя мешают Огромные тополя Он их свалил Распилил на дрова Он привез огромный контейнер инструмента Он один Он работает И ему наши братья помогают А человек пришел Гольф переката Ничего нету Куда он ночевать пойдет Везде дети Женщины одинокие И что он там будет делать Для чего это даже язву Такую нажимать Вы что советуете Вроде взрослый С бородой человека Я не советую Я прохожу те люди Которые вам не нужны Посылайте Не нужны они у нас не были Нужны не нужны Мы не определяем Это он определяет Я не заставляю вас принимать их Я говорю Я предлагаю вам Послать их ко мне Мы написали Может заявку подавать Кто не пьет Не курит Не матерится Не ворует Не лжет А он До таких людей миллионы И что они нам не нужны Не нужны Зачем они нужны Они в любом деревне Могут поселиться Это деревня православная Я разли говорю вам Чтобы вы их приняли Я говорю Чтобы вы их не приняли А послали ко мне Не надо этого делать Я вас знать не знаю Я им помогу устроиться На земле жить Вы устраиваете у вас Там вокруг вас Почему вы видите За тысячи километров А рядом не видите Откройте глаза А у Христа-то Тысячи километров Это что У вас полно там В своем деревне В городе Где вы живете Кому помочь Помогите Не трезвоньте зря Всем помогаю Пожалуйста Дети приходят Я кормлю Угощаю Праздник Я не запрещаю Помогайте У вас конкретно Какие-то вопросы Для спасения души есть? Для вашей? Я спрашиваю Для вас Какие-то вопросы Для спасения души есть? Игнатий Тихонович Понимаете Я не считаю Что вы можете Для спасения души Сказать что-то полезное Потому что у вас любви нет К людям Вот и все Пусть он пищит Пусть он давно Последнее Но его любить надо Успокойтесь Успокойтесь Он по образу Божьему Христову Вы сказали Нет Зачем ко мне идете Тогда Зачем за мной следите Зачем вы следите за мной Если у меня любви нет Что вас так притягивает И на интернете Я начал вас слушать Потому что вы хороший Проповедник Талантливый человек Понимаете А потом пришел к выводу Что опять пустышка Извините меня За такое выражение Да вам не надо Говорить это Или скажете На меня это никак не действует И я знаю Кто это говорит Ну на здоровье Я знаю Кто говорит Кто вас обличает Пусть выйдут С вами поговорят Вот я вышел и говорю Я могу с вами говорить Слушать вас А что я говорю Вы никак не принимаете И у вас вопросов никаких нет Вы начинаете командовать Слава Богу Что я принимаю То что говорит Господь Скажите У вас сколько там друзей близких Как вы Чтобы вас понимали люди Я вам говорю Не важно какой человек К тебе пришел К Христу разные приходили Грешники Он всех принимал И всем помогал И что давал Всем крышу давал Христос Поселился Что он им давал Он говорит Отойдите Проклятый в огонь вечный Вы этого не читали Вы что Молотите языком то Он говорит А кому он говорил Отойдите в огонь вечный Александр Иван Гриан Матфея Слушай внимательно 17 Говорит Остерегайтесь людей Господь говорит Остерегайтесь И обо они будут Предавать вас Вы что огородите то Да они и предают Меня постоянно Сираком говорит Чужого не вводи В дом твой Вы один сидите И начинаете Пилософствовать Да нигде Он сказал что я один Нигде этого нету Чтобы с улицы принимали А там нуждающиеся Приедут Ну и принимай их Такой добрый Мы не добрые У нас такой любви нету Это фальшь одна Ну хорошо Ну не принимайте Ну что он мешает Послать сюда Он не мешается Его и нету Он и не приедет даже Ну так вы просто скажите Вон есть туда Вот там вот позвони Нам некому говорить Кто к нам приезжает Им говорить не надо Они начинают Работать Сажать Строиться Ну что это вы Прилепились к такой мысли Что кто-то вам будет посылать Незнакомому человеку Да кто поедет А зачем поедет Вы такой же как в миру живете Люди едут для чего Воспитание детей Да Да у нас Они не слышат мата дети Учителя все верующие Да У нас материться нельзя То же самое нельзя Да нельзя матеряться У меня столько друзей Да нет такой деревни больше нигде Поэтому так и лепятся к ней Не надо такую деревню Игнатий Тихонович Нам не создать такую деревню как у вас Мы с вами конкурировать не хотим Но если приедет Старайтесь Которому нужна помощь Ну пусть попробует с нами пожить Почему меня ваша биография не интересует А моя вас интересует Почему Ну вообще меня ваша биография тоже не интересует Да как же вы видите Нет любви Это биография Вы следите И видите Это биография Но если человек просит о помощи Нищий Ну да Ну надо ему это помочь Я это услышал Что дальше Я остаюсь тот же Какой был Вы это не отстанете Дальше Я помогу ему Там будем смотреть Что дальше делать У вас какая пенсия Пенсия какая у вас Сколько Помоги Ну я помогу Пенсия какая у вас Да и не пенсия Работаю Ну работаешь Вот и приглашай К себя образуй Чтобы люди заинтересовались Чего я вам посылать буду Переписывайтесь Узнайте их И приглашайте И устройте их жизнь Замечательно Вам то что мешает Вот люди которые вам Вы зачем ко мне то лезете Сейчас зачем Что нам мешает Ну что мешает Мы разберемся Понимаете зачем Я объясню зачем Вы мне вопрос задали Ну да Зачем Я не лезу Просто Звонит человек Я вижу бедный Я в такой ситуации И сам бывал Деваться человеку Некогда Все потерял Не знает куда деться Вам звонить Вы говорите не надо Ну позвоните Вот просто Ну езжай вон туда Там тебе хотя бы Для начала крышу дадут И работу Я вам ответил Этого делать никто не будет И больше не повторять И зря Засыклились на фиксы идеи Я столько раз к жидам обращался Они мне говорили то же самое Я вам ответил С этим вопросом Ко мне не обращайтесь Никого мы никуда не посылали Посылать не будем Нам советники не нужны К человеку Это не человек что ли Вам звонил А какая-то букашка Где любовь то Ну нет любви Зачем вы ко мне лезете Человеку Которого нет любви Зачем вы лезете К тому чтобы вы Хотя бы те люди Которые в чем то нуждаются Я вас на расстоянии Запах ваш увидел Ваш запах смертоносный И поэтому вам отвечать нельзя Сразу будет скандал Я сегодня вышел Думаю Ладно поговорю И что получилось Это разговор Вы ничем не нуждаетесь Вы лезете Любви нету принимаете Ко мне посылаете Вы что команды Игнатий Тихонович Вы Господь Бог что ли Что я не слушаю Вы на 20 лет моложе меня Вы слушайте Вы для меня моложе меня Вы сказали Вы слушайте меня Вы говорите Вы такой-то там проповедник Слушайте Я не говорю Что я проповедник Это вы говорите Что вы проповедник Я говорю Что люди Которые нуждаются В чем-то И вы не принимаете Пошлите ко мне Я уже ответил Эта тема закрыта Посылать не будем Дальше что Ну тогда пошлите меня Просто пошлите Да и все Скажи Пошел ты вон Дурак Вы намолите себя Проверьте В какой степени Вы в уме Это говорите Или нет Все Намолите Попросите Чтобы Господь Коснулся Вашего сердца И скажи Я что говорю К людям Человек нуждается Без всего Вы говорите Пошел вон Дурак Ну как так Можно До свидания